В Кокшетау завод с 60-летней историей поэтапно переходит в цифровой режим. Предприятие, некогда известное как производитель кислородно-дыхательной аппаратуры, сейчас успешно выпускает оборудование для авиации, обороны и медицины. А 35% товаров ориентировано на экспорт. Подробности у Мадины Смогуловой. Конструкторское бюро предприятия, в котором трудится более 50 человек, можно назвать первопроходцем в части цифровизации. К примеру, над чертежами еще лет 5 назад трудились как минимум 6 человек. Сейчас же над одним проектом работает двое. Им в помощь компьютерная графика и новые программы. Более того, это дает не только экономию времени, но и возможность предпросмотра деталей в 3D-режиме. Можно делать очень сложные сборки. Это исключает в дальнейшем ошибки при производстве, очень снижает затраты на производство. Ну и в целом ускоряет процесс изготовления нового изделия. Уже на первом этапе перепланирования технического процесса и единое управление процессами дало хороший результат. На заводе за 2017-2018 годы заметна экономия. Здесь стали на 30% меньше потреблять электричество. В целом предприятие будет полностью оцифровано к началу 2020 года. Заказ со временем входа до выхода будет отслеживаться полностью с учетом планирования доставки сырья, выхода готовой продукции, оплаты труда и представления клиента готовой продукции. Кроме того, это приведет к тому, что мы уже найдем в производстве уязвимые места, где можно будет сократить его себестоимость, то есть обеспечить экономию производства. Естественно, полностью автоматизированный процесс может повлечь за собой сокращение. Однако заводчане по этому поводу не переживают. Предприятие вводит новые линии, а работники проходят переквалификацию. Конструкторский отдел начал разработку новых агрегатов по заказу. Поэтому стабильная работа для большой заводской семьи, а это более 600 человек, гарантированно отмечает его руководство.